Здравствуйте, Саргас! Я работаю с больными людьми. Скажите, пожалуйста, если человек умирает или у человека тяжелые психические расстройства, сливаю ли я им свою энергию? Если да, что делать? Всем привет! С вами Саргас. Неплохой вопрос. На самом деле я уже не раз об этом упоминал, но, наверное, не записывал отдельное видео. По крайней мере, не припоминаю. Поэтому давайте обсудим этот вопрос более подробно. Я постараюсь пояснить, что вообще происходит и почему. Для начала, думаю, стоит сказать, что любые профессии, сопряженные с взаимодействием, с людьми, в частности, с людьми, у которых серьезные проблемы со здоровьем, с психикой, пусть даже с какими-то житейскими ситуациями, ну, например, если это юристы. Все подобное взаимодействие построено на том, что человек, который оказывает помощь, помимо прочего, он еще и тратит свою энергию. Потому как человек в беде, человек в непростой ситуации априори является энерговампиром. Не потому, что он плохой, не потому, что это его личный выбор, и даже не потому, что так устроена его энергетика. В нормальном режиме он энерговампиром может и не быть. Но когда человеку плохо, когда он болен, когда у него какие-то проблемы, его поле в автоматическом режиме стремится восполнить энергопотери, потому что, как правило, проблемы сопряжены с энергопотерями, и восполняется это через взаимодействие с другими людьми, через банальный энерговампиризм. И подвержены этому, наверное, больше всего врачи-психологи, психиатры, ну и смежные профессии, о которых я уже упоминал. Маги, к сожалению, тоже этому очень и очень подвержены. Причем я всегда думал, что маги, которые непосредственно оказывают магическую помощь, подвержены подобному. То есть логично, что я чищу человека, снимаю с него порчу, выслушиваю о его проблемах, ну так или иначе затрачиваю какую-то энергию даже просто на общение, он эту энергию получает, и, соответственно, я чувствую себя хуже, он лучше, ну от этого никуда не деться. К счастью, будучи магом, я могу восполнить объемы своей энергии, и это не так страшно, как если человек работает врачом, славливает профессиональное выгорание, постоянно сливает свою энергию и не может ее никак восполнять. Но совсем недавно я был в поездке, ездил в Польшу, вот снова я еду в эту страну, и я столкнулся с неожиданной трудностью. Обычно я начинаю отвечать ученикам где-то в районе обеда, и заканчиваю поздно вечером, ночью бывает под утро, и, соответственно, заканчиваю и падаю спать. А тут было много дел, мне нужно было проснуться рано, и если я ничего не путаю, я просто банально начал значительно раньше отвечать на почту учеников, чем привык, чем занимаюсь этим с 2015 года. И вот впервые я закончил отвечать ученикам и не лег спать. И вы знаете, я последние там 3-4 часа бодрствования после банальных ответов на почты чувствовал себя как будто из меня дементоры душу высосали. Казалось бы, это мои ученики, я добровольно принял их на обучение. Каждый из них хочет заверить человек адекватно, в большей степени. Я регламентирую объем писем, стараюсь не читать полотна, это просто неуважение ко мне и к другим ученикам. Но тем не менее, поток писем от учеников, в которые я эмоционально вовлекаюсь, на которые я стараюсь подробно отвечать, давать какие-то рекомендации, выникать в каждое письмо, он изматывает настолько, что, ну, грубо говоря, если заниматься этим каждый день, ну, я думаю, за год можно просто умереть. И пусть я не хочу сравнивать себя с профессией врача, несомненно, врачам приходится значительно тяжелее, но, тем не менее, принцип тот же. Я, на самом деле, с содроганием думаю о том, как люди, работая врачами, не имея возможности восполнять свою энергию, за дня в день тратят ее на других. Это странно, это удивительно и, наверное, это даже страшно в какой-то степени. Что делать, если вы работаете в каких-то таких заведениях и не хотите сливать свою энергию? Самое простое – это не работать в таких местах. Я понимаю, это может прозвучать странно. Я понимаю, что это вариант не для каждого, но поверьте мне, в некоторых ситуациях, пусть это не очевидно, но, тем не менее, проще сменить рот деятельности, переехать, поменять страну, перестать общаться с родственниками. Это вам, с житейской точки зрения, может казаться чем-то странным. Но, с магической точки зрения, это может быть вполне логичный и наиболее целесообразный выход. Да, менять работу сложно. Да, если вы там 25 лет проработали на одном месте, ну, это может быть проблематично. Но когда вы уже, ну, не можете, когда вас уже тошнит от лиц пациентов, пора бы с этим что-то делать. Быть хорошим врачом – это очень сложно. Быть плохим врачом – ненамного легче, как ни странно. То есть вы точно так же сливаете энергию, то есть вы испытываете абсолютно те же проблемы, просто еще и никому не помогаете. Зачем? Если вы работаете в государственном учреждении, может, стоит перейти в какую-то частную организацию, просто потому, что, возможно, там поток пациентов будет поменьше. И среди людей, которые, ну, хотя бы могут позволить себе частную медицину, может быть, и проблемы будут, ну, хотя бы там только со здоровьем, а не то, что к вам приходит бабушка, которой там есть нечего, которой там проблемы с сердцем, позвоночником, ногами и прочим. Это же даже задумываться об этом тяжело. И да, ну, наверное, каждый человек, который занимается столь благородным делом, чувствует себя на своем месте, чувствует, что поступает правильно, и я это поддерживаю. Но, возможно, стоит рассматривать такую работу, как некую ступень, то есть что вы отдали свой долг обществу, вы проработали какое-то время на такой тяжелой и неблагодарной работе, а потом переходите на какую-то либо более простую, либо более высокооплачиваемую, с меньшим количеством пациентов. В общем, как-то меняете свою жизнь в лучшую сторону. Это же касается и магической помощи. Большинство моих знакомых магов, которые занимались училистками, снятиями корч, даже обучением других людей магии, они из профессии фактически ушли. То есть они оставили магию для себя, своим путем развития, да, но при этом они перестали заниматься этим на коммерческой основе. То есть они больше не работают с людьми, не берут за это деньги и из всех соцсетей потихоньку удаляются. Кто-то занимается бизнесом, кто-то переходит в разряд преподавания, в смысле обычного в вузах. В общем, у каждого свой путь, но это тоже работа не для всех, и это тоже работа, которой сложно заниматься годами. Я вам откровенно говорю и уже упоминал в своих видео, что мне магическая помощь с магической точки зрения дается, конечно, несложно. У меня большой опыт, я далеко не самый слабый мать, но с психологической точки зрения просто взаимодействие с пациентами очень тяжело. То есть почистить людей, окей, снять порчи, окей, но выслушать проблемы людей, потом отписаться, что все хорошо, просто заставить себя открыть почту, поверьте, это очень сложно. Если вы не хотите выйти с профессией, если вы не хотите менять что-то в своей жизни, то тут есть еще два пути. Первое – это воспользоваться способом, который я описывал в видео «Секрет боевого мага», то есть ставить на себя максимальной защиты и полностью эмоционально абстрагироваться от происходящего. Это в какой-то степени работает, по крайней мере, это не изматывает настолько сильно, хотя все равно изматывает. Первый вариант – это то, что я уже сказал, ставить защиты. Второй – абстрагироваться, то есть энергетические защиты помогут пикмизировать отток энергии. Эмоциональное абстрагирование поможет, ну, хоть как-то снизить просто психологическую банальную нагрузку. Здесь даже не о магии и не об энергии речь, это просто морально тяжело. Это поможет, но есть такой нюанс. Если вы врач, и вы не испытываете сочувствия к пациенту, ну, наверное, в каких-то областях можно работать и в таком режиме. Но что-то мне подсказывает, что все-таки хороший врач должен, ну, хоть как-то эмоционально вовлекаться. Ну, ладно, пусть не эмоционально вовлекаться, но хорошему врачу должно быть не наплевать. Поверьте, я сталкивался с таким количеством врачей, которым было плевать, что, честно говоря, по-моему, лучше бы они ушли из профессии, как только почувствуют минимальное выгорание, минимальную энергетическую какую-то нагрузку, нагрузку излишнюю. Поэтому это достаточно серьезная тема. Задумайтесь, нужно ли оно вам вообще. Если вы только собираетесь связать свою жизнь с профессией, с помощью людям, ну, неважно, в какой-то области, психологии, магии, медицин, юриспруденции, что-то еще, то осознавайте, что это может быть реально непросто и держите в голове какой-то альтернативный вариант. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт magsargas.com Обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»